К другим новостям. Лабораторный опыт, разработка инновационных программ и роботомоделирование. Пятая гимназия уже больше года работает по специально разработанной программе. Учебное заведение вошло в ассоциацию школы Сколково. Накануне там побывал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России. В учебном заведении Марк Шмулевич детально изучил все IT-технологии. Эту отрасль он курирует и в министерстве. Чем удивили федерального чиновника-гимназиста, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Теперь это не просто школа, а большой инновационный плацдарм. После победы на всероссийском конкурсе в учебном заведении начали создавать уникальные компьютерные программы. Высоких оценок уже заслужили проекты юных биологов. Их разработки легли в основу элективных курсов, которыми пользуются школьники многих регионов. Удивили почетных гостей молодые программисты. Плот их разработок – специальные ресурсы, которые помогают провести олимпиады и проверить знания учеников. Причем за считанные минуты. Автором программ Марк Шмулевич поставил высокие оценки, а некоторым предрек и достойные награды. Здорово, что вы сейчас делаете упор на математику. В принципе, это беспробовичный вариант, потому что она в любом случае структурирует то, как вы думаете. Но дальше найдете себя в чем-то. Когда вам будут вручать Нобелевскую премию, в рассылке вашей биографии будет написано «Родился в чем-то». Но пока дети не задумываются о Нобелевских премиях, они намерены и дальше создавать инновационные продукты. В гимназии ребята занимаются не только по общепринятой программе. К примеру, здесь они изучают и астрономию. Вопрос почетного гостя гимназистов не застал врасплох. Почему все-таки вселенная такая большая, мы пока никаких сигналов подтверждения жизни в плане так не получаем? Ну, либо... Интересно. Либо жизни нет, либо нам сигналы. Заместитель федерального министра признался ребятам, что ни разу не прикасался к телескопу. Предложение гимназистов оказалось довольно заманчивым. Я вот увижу, наверное, какой-то камер. А, дворец детского юрского творчества. Да, да, вполне. Но удивили Марка Шмулевича не только инновационные разработки, но и показатели, которых гимназия добилась за последние годы. В престижные вузы страны поступают более 90% выпускников. Учебное заведение даже попало в список 500 лучших по всей стране. Я увидел десятки ребят, которые, как говорят, талантливы во всех направлениях. Если талантливы в одном, то у тебя будет получаться все остальное. Ребята, которые думают о своем будущем, которые хорошо, будучи в 9, 10, 11 классе, представляют свои возможности. Еще один козырь гимназии – призеры Олимпиад. Только в прошлом году побед на престижных конкурсах добились более 300 учеников. Для самых лучших гимназистов устраивают роскошный бал. К нему ребята готовятся основательно. За несколько недель до часа Х начинаются репетиции. Эта традиция приглянулась и почетным гостям. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова